Экзопланета Земли, но искать ее следовало не в далеких звездных мирах, а совсем рядом. Она якобы обращалась по той же орбите, что и Земля, двигаясь синхронно с ней, а потому неизменно была закрыта солнечным диском. Эта гипотетическая планета для астрономов прошлого была тем локотком, который близок, но его не достать. Расположенная всего в двух астрономических единицах от нас, на расстоянии одного диаметра земной орбиты, она оставалась недоступна для наблюдения с Земли. С помощью наземных телескопов легче было всматриваться в жизнь других галактик, нежели заметить эту планету, дурачащую нас. В том-то и дело, что наземных телескопов. С развитием космонавтики уже не было сомнений в том, что противоземли нет. Но просуществовала она долго. Впервые о ней заговорили в пятом веке до нашей эры. Ее описание оставил древнегреческий философ Филолай. Года жизни 470-й, 388-й до нашей эры. Филолай из Кротона был приверженцем математика Пифагора, создавшего школу, своего рода секту, которая приписывала числам реальную силу. В конце пятого века мистики-пифагорейцы возбудили к себе ненависть сограждан. С ними жестоко расправились. По преданию, одним из двух спасшихся был Филолай. Античные авторы пишут, что Филолай первым из пифагорейцев обнародовал их учения. Он написал книгу о природе, дошедшую до нас лишь в отрывках. В ней говорилось и о строении Вселенной. Византийский писатель пятого века нашей эры Иоанн Стобей так изложил эту фантастическую систему мира. Филолай посередине, в центре, помещает огонь, который называет очагом Вселенной, домом Зевса, матерью богов. Кроме того, он принимает другой огонь, расположенный выше всего и служащий объемлющим. Первый по природе центральный огонь. Вокруг него кружатся в хороводе десять божественных тел, небо и планеты, за ними солнце, под ним луна, под ней земля, под ней антиземля, а после них всех – огонь. По другой версии, Земля не представляла собой единого тела, а состояла из двух независимых полушарий – Земли и противоземли, разделенных по экватору просветом, через который жар священного пламени проникал на небосвод. При такой системе мира противоземля, вращавшаяся синхронно с Землей, оставалась невидимой, поскольку ее закрывает тело Земли. Современные исследователи отмечают, что гипотезу Филолая было бы по нашим меркам легко проверить, снарядив экспедицию, которая миновала хотя бы четверть дуги земного шара. Однако, иронизировал Житомирский, для той эпохи подобный совет был бы равносилен предложению нашим астрономам слетать в центр галактики и проверить, есть ли там черная дыра. Невозможна была экспедиция еще и потому, что Филолай, в отличие от других греческих астрономов, считал Землю плоским диском. Мы живем на той стороне Земли, что всегда повернута в сторону от центрального огня и обращена к Солнцу и другим планетам. Поэтому здесь возможна жизнь. Страшный огонь не выжигает мир дотла, и лишь частицы его освещают и согревают Айкумену, обжитую часть Земли. Ведь Солнце стекловидно, оно отражает огонь, находящийся в космосе. Обратная сторона Земли, обращенная к противоземле и центральному огню, непригодна для жизни. Мы не знаем, насколько достоверно Иоанн Стобей изложил мистическое учение, возникшее за тысячу лет до него. Например, Аристотель в метеорологике, комментируя астрономическую теорию пифагорейцев, так объяснил появление противоземли. Так как они определяли числа как начало всей природы, то они подводили под числа и их соотношение все определения и части неба и всей природы, и там, где что-либо не совпадало, они старались восполнить этот недостаток, чтобы получилось совпадение. Так как, например, число 10 казалось им наиболее совершенным, обнимающим всю природу чисел, то они говорили, что движущихся на небе сфер также 10. Но так как мы видим только 9 таких сфер, то они выдумали 10-ю, противоземлю. Что касается 9 упомянутых сфер, это были сферы неподвижных звезд, сферы 7 планет, Сатурн, Юпитер, Марс, Венера, Меркурий, Солнце и Луна и сферы Земли. Но только ли ради гармонии чисел появляется противоземля? В космосе пифагорейцев ей отведена важная роль. Ведь все небесные тела считались тогда эфирными телами, то есть легкими, имевшими очень малую массу. Земля же была громадным сгустком тверди. В этом не было бы беды, если бы Филолай, подобно другим греческим ученым, расположил ее в центре мироздания. Но она обращалась вокруг центрального огня. В таком случае, если массивная Земля находилась на периферии мироздания, его центр мог не совпасть с его же центром тяжести. Гармония небесных сфер нарушилась бы. Филолай или кто-то из пифагорейцев, чье учение он пересказал, уравновесил Землю, расположив по другую сторону от центрального огня планету, столь же массивную, как наша. В системе мира по Аристотелю подобной проблемы не могло быть. Сама Земля, имевшая идеальную форму шара, отныне на полторы тысячи лет неподвижно расположилась в центре мироздания. Все другие планеты, Солнце и звезды обступали Землю. В этой величественной картине космоса, начертанной над нами, не могло найтись ни одного убежища для противоземли. С середины 16 века, со времени Николая Коперника, Земля покинула центр мироздания, уступив его на несколько веков Солнцу. В этой обновленной системе мира неожиданно нашлось место и антиподу Земли. Французский математик Жозеф Луи Лагранж, годы жизни 1736-1813, анализируя движение небесных тел, обнаружил, что определенная точка, лежащая позади Солнца, является особенной. Сегодня нам известны пять так называемых точек Лагранжа. Любое небесное тело, оказавшееся в одной из них, может оставаться там бесконечно долго, ведь силы, действующие на нее, в том числе силы притяжения Солнца и Земли, в этих точках уравновешиваются. Лишь внешнее воздействие может заставить этот объект покинуть точку Лагранжа. Где же находятся эти точки? Две лежат в непосредственной близости от Земли. Одна между Землей и Солнцем, а другая с обратной стороны Земли. Еще две расположены вдоль земной орбиты, впереди и позади Земли, отклоняясь от нее на 60%. А вот последняя из этих точек, она носит официальное название L3, находится там, где должна была лежать противо Земля, по ту сторону Солнца, на орбите, по которой движется Земля. Теоретически там могла бы располагаться неизвестная планета. Допустим, век космонавтики еще не наступил. На практике это невозможно по следующей причине. Лагранж выполнял расчет в рамках задачи трех тел, игнорируя влияние всех других планет, кроме Земли. Однако они тоже оказывают некоторое воздействие на планету, пребывающую в точке L3. Расчеты показывают, что всего за несколько миллионов лет гравитационные возмущения раскачают противоземлю, и она, покинув точку Лагранжа, столкнется с Землей. Сегодня ученые уверены, что если бы противоземля и возникла одновременно с Землей, то уже около 4,5 миллиардов лет назад, вскоре после образования Солнечной системы, обе планеты столкнулись бы. Землю уберегло то, что вероятность формирования двух одинаковых планет на одном и том же расстоянии от Солнца очень мала. Для дальнейшей работы канала мы просим вас подписаться на канал и поставить лайк. Напишите в комментариях ваше мнение. Мира всем нам! И пусть у вас все будет хорошо! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!